Сейчас я бы хотела рассказать всё-таки о татуаже бровей, потому что меня спрашивали в комментариях, и я сказала, что обязательно расскажу попозже во влоге и, конечно же, выполняя своё обещание. Просто в комментариях ответить на такой вопрос — это слишком кропотливая работа, особенно сейчас для меня, потому что есть некоторые проблемы со зрением. Я хорошо вижу, но вот длительная работа с текстом очень напрягает мои глаза, я не хочу мучиться, извините, и думаю, что мой устный отзыв будет намного полезнее, чем письменный. Если вы так не считаете, можете написать в комментариях мне. Итак, татуаж бровей. Изначально ещё лет 5-6-10 назад я была очень против татуажа, потому что та старая техника, которая использовалась для выполнения этой работы, имела ужасные результаты. И люди с этими бровями выглядели просто как заключение, то есть это какие-то практически были синие-зелёные татуировки у вас над глазами. Выглядело это просто отвратительно, и мне казалось, даже если у вас там каких-то три волоска, то лучше взять хороший карандашик, хорошую пудру для бровей, и всё это аккуратненько подрисовать, нарисовать это имело более аккуратный вид. Но чуть позже появились новые интересные техники, такие как микроблейдинг, как пудровая техника. И я стала присматриваться, то есть я начала видеть, что в Москве, в Украине тогда ещё сложно с этим было, но в Москве стали появляться такие мастера, которые делают очень красиво. И это было непосредственно микроблейдинг, это была такая имитация волосков. Ну, оно так и называется, волосковая техника, делается это таким маленьким лезвием, такие штришки, но меня это немножко пугает, потому что я вообще боюсь лезвий, всяких кулющих, режущих предметов. Мне нравился эффект, я бы, может быть, себе хотела, но не рассматривала всё-таки для себя эту процедуру, но своё мнение поменяла, что бывает красивый татуаж, что можно его делать, тем более, что он через какое-то время сходил с кожи, не так, как тот, который делали по старой технике, что его там через 10 лет ещё было видно, и нужно было выводить или лазером, или специальной методикой, когда вам под кожу колят, по-моему, молоко для того, чтобы высветлить эти зоны и заново перебить этот татуаж. Ну, то есть, как бы полностью его убрать нельзя было, это была, как обычная такая татуировка, и, в общем-то, делать такие вещи на своём лице на длительный период, конечно, я бы не рекомендовала. Сейчас ещё осталось очень много мастеров, которые этим занимаются, и, если честно, слово «мастер» не совсем подходит для этих людей, потому что так уродовать своих клиентов и ещё брать за это деньги, вы меня, конечно, извините, но это ужас просто. Если вы хотите быть мастером татуажа, то, наверное, нужно всё-таки рассматривать для себя и изучать какие-то новые методики, чтобы люди потом не страдали от вашей работы. Ну, такое моё мнение. Так вот, микроблейдинг я делать не хотела, но у меня уже появились знакомые, которые его делали в Украине, в Киеве, и мне тоже это не нравилось, это было не то, что я видела на фотографиях в интернете, поэтому я продолжала рисовать свои брови с помощью всяких помадок, ну, то есть такой на жирной основе всяких средств, серо-коричневого оттенка. Также у меня были очень хорошие карандаши, например, от Artvisage был просто отличный карандаш, от Lumine был хороший карандаш. Сейчас уже не помню номера, но раньше я делала видео и указывала все эти оттенки. И потом как-то, буквально, может быть, года два с половиной назад, может быть, три, наверное, уже три года прошло, я увидела, что в Харькове делается пудровая техника бровей, именно вот так, как мне нравится, красиво. Я стала присматриваться к этим фотографиям и подумала, что, может быть, мне стоит тоже попробовать. Этот способ делался уже с помощью иглы, то есть это такой самый безболезненный из возможных вариант. Игла очень-очень тонкая, и по отзывам это было практически не больно, поэтому меня это заинтересовало. По эффекту это должно было выглядеть, как такая растушевка тенями, только понасыщенней. И я списалась с этим мастером, начала обсуждать, она попросила прислать фотографии моих бровей без ничего, я ей прислала, она сказала, что идеально, всё супер. Вот, я записалась, процедура эта была не дешёвая, сейчас я уже не помню, сколько эта мастер брала тогда, но вот сейчас, когда я повторяла процедуру, это стоит 100 евро первая процедура и 50 евро коррекция. Но в этом же центре у других мастеров, помоложе, у которых чуть меньше опыт, это можно сделать примерно за 70 и за 30 евро, вот так, ну, то есть всё вместе за 100. Коррекцию нужно делать обязательно через месяц, через два, то есть это зависит от ваших бровей, от вашего обмена веществ, насколько быстро регенерация идёт, то есть это индивидуально, но, скорее всего, вам мастер сама скажет, когда это будет необходимо. Так вот, первый раз, когда я делала процедуру, мне хватило этого эффекта, ну, уже после коррекции, если считать, примерно на полтора года, то есть полтора года я ничем не подводила брови, это было очень удобно. Сначала, после первой процедуры, брови были очень-очень тёмными, практически чёрными, очень широкими, это было странно, честно скажу, но так как была мода на очень широкие тёмные брови, не слишком это бросилось в глаза окружающим, и это всё очень быстро зажило, потом я сделала коррекцию, и брови приобрели вот, в принципе, такой же вид, как вы видите сейчас. Сейчас я делала процедуру, прошёл уже почти год, это было в марте, сейчас конец января, ну, уже за середину января, скажем так, коррекцию я делала, по-моему, в конце мая, что ли, ну, где-то так я с отпуска вернулась, и потом сделала коррекцию, мне очень нравится обслуживаться у этого мастера, я не буду рекламировать ничего, но если вы вдруг из Харькова и хотите сделать себе, вы можете мне написать, и я вам сообщу контакты. Процедура не очень болезненная, но так как выполняется около часа, то, конечно же, кожа будет уже раздражена, и хотя наносится такой, несколько анестезирующий крем, но его наносят, когда делается вторая проходка, как мне сказала мастер, я не знаю, для чего это нужно, но, в общем, первый раз делается на живую, то есть вот этой иголочкой, всё пространство брови, предполагаемой или явной, прорабатывается, и только после этого наносится анестезирующий крем, и уже второй раз проходит иглой с пигментом, после второго раза вообще не больно, ну, после первого раза нужно, конечно, потерпеть, может немножко кровить, у кого близко расположены сосудики, может быть кровь, может быть даже сильно, у меня было не сильно, заживает сейчас всё очень быстро, сейчас новая такая методика, что можно даже сразу умываться, и даже нужно, то есть дома я ничем уже брови не обрабатывала, после первого раза я помню, что я ещё целую неделю мазала их бепантеном, и первые дни перекисью водорода протирала, но вот второй раз, когда я делала, мастер сказала, что уже такие материалы, что в этом нет никакой необходимости, всё само заживёт, так всё и было, мне очень понравилось, и когда мне было 15 лет, я, к сожалению, свои брови очень сильно пересчипала, тогда это было очень модно, такие брови-ниточки, и потом у меня после этого ничего не росло, и сейчас иметь вот такие вот достаточно широкие брови, пусть это и татуаж, но я считаю, что не бросается абсолютно в глаза, то есть что это что-то ненатуральное, выглядит вполне себе хорошо, как вы считаете, вот я нашла своего мастера, и планирую у неё продолжать делать эту процедуру, ну вот с интервалом полтора-два года, мне это очень подходит, несколько, конечно, дорого, это дороже, чем покупать карандаш для бровей, либо помадку, да, но это экономия моего времени, каждое утро я абсолютно об этом не думаю, то есть на пляже я не думаю, что у меня что-то может размазаться, летом что-то потечь от солнца, я могу спокойно вот так вот это всё тереть, сейчас я абсолютно без макияжа специально, вот, и бывает такое, вот даже на работе сидишь, там что-то задумался, и потом вот так делаешь, то есть когда у вас брови на месте, это идеально, когда вы их нарисовали карандашом, сами понимаете, какой может быть результат, вот такое моё мнение, если я как-то коряво рассказала, да, вы можете мне написать какие-то комментарии, может быть вы что-то не поняли, я вам обязательно отвечу уже текстом внизу этого видео, надеюсь была вам полезной, девчонки, выключила камеру, но забыла вам рассказать, что как и после основной процедуры, так и после коррекции, есть образование корочек на бровях, это заживают ранки после уколов иглой, это естественный абсолютно процесс, но несколько неэстетично всё это выглядит, к этому нужно быть готовой, что вы примерно около недели будете ходить с такими бровями, с подсыхающими вот этими вот корочками, да, это некрасиво, я согласна, но потом вы будете наслаждаться вашими новыми бровями, формой и всем остальным, кстати, когда я делала последний раз эту процедуру, я пыталась записывать влог, и как раз когда у меня были вот эти брови шарпей, хотела вам показать, но потом всё-таки постеснялась, если у меня сохранилось то видео, ну вдруг, то я вам тогда вставлю его сюда, чтобы вы смогли посмотреть, как это выглядит, мы закончили, так насыщенно татуаж будет выглядеть первую неделю, а дальше тон должен стать в 2,5-3 раза светлее, и на коррекции нужно будет ещё добавить основной цвет, хочу вам ещё раз зафиксировать брови уже при полном параде вместе с макияжем, чтобы вы посмотрели, как выглядит этот оттенок, он, кстати, достаточно светлый, сейчас я брови абсолютно ничем не подвожу, то есть вот такие вот они и есть, это по прошествии уже практически года, практически год назад я делала татуаж, мне нравится их оттенок, и я хотела бы сделать себе цвет волос несколько светлее, если у меня это получится, так как с этим есть большие сложности, к сожалению, никак не могу найти человека, который бы мне это сделал, ходила к одному мастеру год, он меня якобы выводил из тёмного оттенка без смывки, ну вы знаете, что смывка это очень вредно для волос, то есть мы просто хотели постепенно перейти на другой оттенок волос, но это не получилось, вот за год вообще никакого результата, к другому мастеру ходило то же самое, вот, и решила сейчас дома сама, выглядит это не очень, конечно, но хотя бы видна какая-то разница, не знаю, выдержу я это или нет, возможно, в какой-то момент не выдержу, и просто в тёмный всё закрашу опять, посмотрим, вот, но сам оттенок татуажа мне нравится, мне подходит, и если у меня волосы будут немножко светлее, то он тоже подойдёт.